Николай Чудотворец считается покровителем всех, кто испытывает житейские трудности. По преданию 19 декабря, святой спускается с небес на землю и, шествуя по Руси, разгоняя тьму. По словам отца Николая Свято-Троицкого храма, для Православной Церкви этот день наиболее почитаем на Руси, так как является его блаженной кончиной. Святитель Николай участник Первого Сынского Собора. Церковь его называет правилом веры и образом кротости. И народ его почитает святым, который чтится после Иоанна Претечи, то есть один из самых великих святых. По легенде, Николай Чудотворец жил в Малой Азии в IV веке. Церковное предание хранит множество свидетельств не только чудес, совершенных им, но и его необычное милосердие к людям. За что его так любят люди? За то, что он действительно помогает. То есть любая просьба, с которой человек обращается к нему, она всегда услышана. И всегда человек получает ответ. Причем этот ответ бывает очень быстрым, молниеносным. Бывает так, что человеку стоит только попросить святителя Николая, и тут же Господь по его молитвам дает помощь. В Свято-Троицком храме находятся иконы с частицей мощей святителя Николая. Это величайшая святыня, которую все почитают. Мы знаем как восточную, так и западную традицию. Наша традиция – это традиция выражения любви к святителю через участие в богослужениях и добрых делах. Западная традиция – это Санта-Клаус, подарки. Подарки – это хорошо. Но самое важное – это добрые дела, которые мы совершаем по вере. И чтобы нам почтить память святителя Николая, нам нужно совершать как можно больше добрых дел. Стараться, чтобы наша жизнь была наполнена добрыми делами. И тогда мы действительно почтим память святителя Николая. Во всех храмах и церквях прошли службы в честь святителя Николая. В народе он считается покровителем путешественников и торговцев. Также в старину Никола считается хозяином зимы, и настоящие морозы начинаются только после этого праздника. Ивана Пажельцева, Юрий Друзякин, Азов.Инфо.